Всем привет! Начинаю с подъезда, потому что бежим с Сережкой, так как он во вторую смену, мы можем позволить себе погулять. Ага, Маша, о, уже ребята приехали. Можем позволить себе погулять только днем, а не вечером, как мы любим. Поэтому мы созвонились с хатунятами. Привет, дорогая. Я вышла, я сзади сажусь, а Сергей пусть впереди. А, так ты хочешь? Да. Еще сестричку подхватим, потому что она не может найти лекарства нигде. Говорит, вот везите меня. Она не в больнице? Она не в больнице. Привет, Сергей. Ты вперед садишься. А я уже да. Вот, в общем, потом все расскажу, все покажу, едем. Миш, привет. Это я тебе дверь открыла. А, ты себе открыла? Это дверь двери. А я как царевна, прямо быстренько раз и прыгнула в машину. Ой, боже, стесня. Я, кстати, тебя не закрыла. Да, я на таких нервяках сидела с этой Викой. Я не закрыла, да? Да, чего? Ну, с этой поездкой переживала. Они там ночью шатались, этот отель, который... Я видела сторисы. Да, этот отель меняли, три отеля, все это пешком. Все это уже было после десяти, по одессе. Ну, что ты переживаешь? Ему это как приключение, Лариса. Да, даже не в том дело, что как приключение. У нее погнали какие-то пятна красные шелушатся вокруг глаз. То ли аллергия. И у нее приливы начались прям в пот кидают. Говорит, мам, мне плохие. На базаре? Ну, это не похоже. Не знаю. Ну, в общем, я ей сказала купить от аллергии таблетки. Сейчас она выпила, вроде как полегче. Ну, не знаю. Что-то мне кажется у нее какой-то аллергический этот... Атаки какие-то. Ну, короче, с этой поездкой что-то я только нервничаю. Так что я очень спасибо вам, что вы нас вытянули, выдернули. Нам погулять и это... Хоть отвлекусь немножечко, а то прямо нехорошо мне. С этими детьми, блин, дуреть можно. Кафец. Вот, вот такие дела. Поедем в парк, наверное, да? В парк поедем. Мы приехали. И папочка, хатуна мне открыла дверь. Пусть случайно. А я закрою. А ты меня встречай. Все бабы как бабы. А моя баба. Да. Лариса, поехали, ребята, на княжу гору. Боже, а ты... Сережка сегодня смотрит видео целый день. Вот этот же байкерский этот слет. Слет, да. И он прямо мне уже все уши прожужжал. Там так круто. Ларис, так классно. Такая атмосфера. Та-та-та. В общем, я прямо ему пообещала, что мы в следующем году по-любому на него попадем. Как я езжу. Я бы и выходную не хочу, а там в следующем году. Нет, пока нет такой возможности. Говорят, такое не ездит. Ну, мол, вот у нас Юрка тоже ездил. Мы расспросили. Он говорит, ну, разовая поездка. Вот второй раз я бы не поехал. Говорит, например... Даже разово не хотят. Не стоит такого расстояния. А, ну что, дорога долгая. Ну, а вот Юрка говорит, что, например, в Софиевский парк я был четыре раза и поехал бы еще. И вот мы поэтому, ты знаешь, мы остыли этой поездкой в Буки и уже и не хотим туда ехать. Так что, да. Мяка классная. Хатунья так мало. Для счастья надо в парк выехать. А я сейчас вспоминаю, вот в том парке, когда мы, где мы катались на... Слышите, катались мы на сюрпризе в 30 лет победы. Вот там возле вас. И там белки прям на голову Вике кидали эти, на спину кидали желуди. Я вспомнила, как Вика была в младших классах. Вот или Вика, или Назар, наверное, был. Иди сюда. В младших классах я... Не, вот там прикольно. Там есть чай, где купить. Мы знаем, там есть чай и вафельки. А, и вафельки. Ну, пойдемте. Надо Мише верить. Он классно ходит. Это шутка. Жена Ивана Сусанина не могла никогда предъявить мужу, что он ее никуда не водил. Вот, так я же не дорассказала. Я собирала, помню, в том парке вот такие длинные желуди. Надо было там на какую-то поделку. И мы вот эту делали поделку. Естественно, поделку делают чаще родители. Поэтому я так... Это сейчас вспомнил. Как ты кормушку делал? Нет, делал собашку. Ну, ну и что? Они, в общем, допозднатых с ним заработались. И звонок от Ларисы. Слезы, сопли. На завтра рукодельничествуют по трудам их. А у нас наоборот. Могу работать. Звонок от Миши. Ну, тоже. Слезы, слеза, труда. У нас я. У меня же Лариса звонит и говорит, что надо на завтра шишки на труды. Я в городе, фиг знает где. Где тебе найду те шишки? Ну, в общем, там это, найди. Ну, хорошо. Я же этого напарника дергаю. Слушай, надо шишки найти. А он говорит, ты что? В конце концов, мы вспомнили, что по Смелянской, возле там какого-то здания, есть ряд этих... Сосен? Ёлок. А, ёлок. Ну, там вот эти длинные такие шишки. Такие подойдут. Он говорит, а ты чего знать, бери все. И мы два дурака, 11 часов ночи, темень полнейшая. Лазим по этой клумбе и ищем эти шишки. А я ему говорю, слушай, ты там с сюрпризами эти домашних животных не перепутай, а то притесут. Какашек подсушенный. Ой, хохма. Господи, с этими трудами, слава богу, что дети уже выросли. Потому что это геморрой для родителей вечно. Подросли. Ну, подросли. Туалет, туалет бесплатный. Сейчас я тебе уже венчик в баню готовлю. Венчик в баню готов, чтобы обсыпать. Туалет бесплатный и чистенький. А мы в кафешечку зашли. А вы вафли уже ждете еще? Да, заказали. А я взяла себе. Я, оказывается, голодная. Я вспомнила 3 часа дня. Я вспомнила, что я с утра ничего не ела. Но, по-моему, ты очень большой готов себя доедать. Ну, как обычно. Он такой здоровый. Надо поросенка завести. Да, взяла какой-то худох называется почему-то. Шинку и кафе. Девочка плачет. А что тут мокро? И колу взяла. Мы лезли, наверное. Все, сейчас ребятки дожидаются в Афере. И мы идем садиться. Там неплохо сесть, да? Да, а вы туда придете. А мы там садим. В смысле вы там? А мы? А что это? Мы что мусульмане? А поросен будем? Вас поросен пусти. Так кола у них, слушай. Я за ними пойду. Да, кола у меня. Приконите. Я пить хочу. Я пить хочу. Ты пить хочешь? Да. Вот такую вафельку Сереже ребята купили угостить, попробовать. Мы еще такого не брали, кстати. Нам не вафельки надо, Ларис. Нам надо овощи и бегать вокруг. Это как бы сами выпекают, да? Прямо здесь вафельку? Ага, из зущёночка полита. Лариса, ты туда переседешь? Ух ты! А хатунка взяла себе с карамелькой. Они заливают обычно все, но мне много, оно течет. А, это же вот это двойная просто порция, да? Вот это двойная, когда все. Нет, это стандарт, а это половинка. Ну все, мужчины переселяем туда. Забирай свою вафельку, Серег. Забирай. А мы тут, а я свой. Ну что, да, так садишься и вот эти прикольные штучки. Да, мне тоже нравятся такие. Да, но я не знаю, где твой, где мой. А у нас одинаково сахар. Одинаково, конечно. Мы тут в темноте, вообще еще только белый день. Мы в тенечке нашли. Я только по ем вкусняхи. Мне так неохота на работу будет. Да. А Сережки тоже на работу. Мы уже нагулялись. Идем уже все по работам. Хатуна на работу, Сережа на работу. А я тунеядка. Надеюсь, завтрашнего... А, не надеюсь. С завтрашнего дня я уже тебе иду в подмогу. Я вчера своих пацанов чуть в аренду не сдала на картошку. Я говорю, пусть они физический труд ощутят. Говорю, кому надо в два здоровых пацана картошку копать? Маша так смела. Там, говорю, Лисей, пойдешь к детью Сережу, помощником? Бесплатно. Говорю, как это бесплатно? Говорю, узнать, почем труд физический. Да ты что, Серый так не сможет. У меня физического мета, мне надо руками сидеть. Вот это он тоже любит. Слепенький, правда, трошки. У меня конкретно такой... Мой холмут или как-то... У меня две и обе сможет. Все, пока, дорогулечка. Пока. Дорогулечка, давай. Первый пошел. Первый пошел. К твоему песню. Кондуктор. Не спешит. Облака. Виша. Вот все цепляет меня за больное место. Ну, в смысле, за эту песню. Не знаю, у нее больное место. Пошла хатунка. Сережка уже на работу тоже собирается. Да. Мы с Назарушкой вдвоем остаемся. Сейчас Вике позвоню, как она там. У Вики сегодня был трэш. Для того, чтобы... Это сейчас расскажу отдельно. Отдельно сейчас расскажу. Сейчас Сережку проведу. Расскажу, что Вика сегодня у меня звонила. Плакала вся в слезах. В соплях и в губной помаде. Да я ее... Боже, я очень извиняюсь. У меня не помыта голова, поэтому я с хвостиком. Я просто сегодня не успела. Вчера мне вообще не до этого было. А на ночь я не люблю мыть, потому что утром встаешь. И такое на голове, и все равно приходится перемывать. Ну... Объяснила. Отмазалась. Отмазалась от своей линии. До вечера я побежал на работу. Турба зовет. Давай, Татиньки, пока. Не спеши, там время есть еще. Хорошо. Хорошо? Короче, трэш расскажу, что с Викой сегодня произошло. Ну как произошло? Она же пошла, еще раз повторю, кто не знает. Вика сейчас в Одессе. Поездка была неожиданная, и срочно нужно было принять решение чуть ли не в 12 часов ночи, что там сегодня... Ну, вчера выезжали. Вот. Поездка какая? Значит, девочка, у нее есть мастер Лера. Она делает брови, ламинирование, покраска, всяк-всекоткор. И у этой Леры в Одессе тренинг, ей нужна была моделька. И она Вике предложила, поехали. Она отель там уже забронировала и все такое. С отелем у них вообще отдельный трэш был, потому что приехали в какой-то клуб пятник их хотели заселить. Короче говоря, они отказались от этого. Говорит, накурина, бучки, столб дыма, говорит, в коридоре. Ну, просто ужас. В инстаграме она снимала там про этот отель первый, который... В общем, они обошли несколько отелей, все-таки заселились. Плюс комната там без окон была и так далее. Ну, дело не в том. И сегодня был тренинг, на котором Вике делали брови. Эта девочка делала. И, короче, а у Вики ж пирсина здесь на брови. И этот пирсинг нужно было снять, чтобы сделать эти брови. И Вика его сняла. А потом одеть было тяжело. Я ей говорю, она плачет. Говорит, мама еле вставила, это кровь. Все такое было. В общем, так расплакалась, распереживалась. И плюс потеряла болт один, который... Ну, такой болтик закручивается на этот пирсинг. Ну, на сережечку эту. Короче, она без этой сережечки. У нее еще эта аллергия. И ей все... Короче, что-то она так с охотой хотела ехать. И сейчас уже прямо вся потухшая. Но прошло время. Это я вам уже рассказываю, то, что было с утра там у нее. За... В общем, она без этого болтика. Говорит, вставила так, что не должно потеряться. Все это продезинфицировала. Купила в аптеке всякие эти примочки, жидкости. Все-все это сделала. Промыла руки, вымала. Продезинфицировала. Вставила там с горем пополам эту сережку. Все в крови. Все нарушилось. Все болит. Вот. Ну, она это сделала. И болтик потеряла на улице. И не нашла его, соответственно. То есть... Но говорит, что она не должна выпасть. Уже приедет сюда. Пойдет к тому мастеру, где она делала пирсинг. И он ей эту... Болтик этот закрутит запасной. Вот такие вот дела, короче. Но уже прошло время. Мы сейчас гуляли в парке. Все нормально. Они уже с Лерой гуляют. Собираются на Дерибасар. Сказала, что поснимает. Там, в общем, вечером будут гулять. А завтра уже не выезжают домой. Так что вот такие приключения происходят у Вики. И я с нетерпением. Я ее прошу, Дойц, пожалуйста, поснимай. Хотя бы, если не хочешь на канал. Она говорит, вообще, мам, не было ни в состоянии, ничего, что-то снимать. Но сегодня, говорит, уже вроде сейчас пришла в норму. Говорит, и поснимаю что-нибудь. Как мы гуляем, куда пойдем. Вот. Потому что хочу тоже посмотреть вместе с вами. Я что не вижу, где они там, что. Она только рассказывает и все. Вот такие дела. Вот. Назар прибежал, кричит. Мам, пойдем покажу, какому результату я добился. И, кстати, лучик кричит, когда он выходит с комнаты. Ну и... Сейчас нападет сразу. Вообще капец. Вообще капец, серьезно. Сынок, бабушка звонит. Наверное, в магазин уже. Сынок. Да, да, сейчас. 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 Я в шоке. Сынок, ты у меня прямо это... Волшебник. Волшебник, да. Лучик, интересно, с моих рук возьмет? Интересно. Сейчас даю. Да, берет. Ой, я, наверное, не сняла. Все, он уже товарищи с рук ест. Это капец, крутяк. Сейчас еще разочек. А он теперь, когда голодный, хочет... Да, он уже и с моих берет рук. Смотри. Сыночка, я тебя обожаю. Ты моя умничка. Тренировка. Лучик, ты у нас уже ручной становишься. Уже будем тебя выпускать, радость моя. Надо уже его пробовать выпускать. Только окно закрыть обязательно. Прямо сейчас? Да не, ну сейчас ты же в магазин идешь. Давай придешь и попробуем. Давай. Съем? Да. Попробуем. А мы его потом назад засунем? Ну, я думаю, что если туда еду поставить, он сам туда залетит. И мне кажется, он уже привык к клетке как к домику, поэтому... Ты успел к трубку взять? Да, да. Хорошо. Сказал, что еще исполнишь. Ну, то выходи, давай. Вот такие дела. Слушай, Назар, горжусь прям тобой. Твоим терпением. Таких добиться результатов. Кто смотрел наши влоги, он вообще... Даже руку нельзя было в клетку изначально засунуть. Он просто кипишевал, чтобы никого нету, представляешь? Я не знаю, будешь уходить в школу, буду с ним там сидеть. Капец. А он теперь даже ревнует меня с моим компьютером. Когда я сажусь на кресло, он сразу орет. Да? Ага. Я ему даю еды, и потом где-то на минуту он затихает. Угу. Тяжело было его, кстати, приучать. Я пыталась, знаете, как сделать? Я, значит, насыпал корм в руку. Угу. Поднес к одной вельке, он чуть-чуть поклевал, и я резко ушел в другую. Угу. Он просто все перепрыгнул я дальше. А, да? Угу. Ты начитался где-то или так его изучал просто? Изучал. Вообще умный. Я только знаю, что типа не дрыгайте рукой, иначе он вас съест. Какие? Иногда он меня кусает за пальцы. Угу. Но уже не так часто. Супер. Ладно, беги, бабушка ждет тебя. Не хочет оставаться один. Ну, то быстро давай. Так, Назар тут опять что-то готовил. А, желе. А, он такое в пачечках. Я поняла, фруктовое. Это легко. Я думала, он тут прямо что-то... Но все равно молодец. Назара, а какое ты делал желе? Клубника и киви или нет? Малина и киви. А, малина и киви. Ясно. Да, вы вкусные. Че, туалет открыт? Да, да. Лучка открыта? Это клетка. Ты смотри, что... Потому что у нас здесь окна этот открытые. Так, вдруг он вылетит, то будем мы потом... Хороший. Я на замок повесила, чтобы он вот так не выронил случайно клетку. Не пугай его такими звуками. На, Лучик, на. Он же тоже не берет семечку. На. На, семечку. На. Не хочет. А, ну, подай-ка, подай-ка. Ты не голодный? Подождись. Дай-ка. Лучик. Ну, не хочет. Ладно, не нервирую его сейчас. Может, он из-за того же клетку открыли нервничает? Может быть такое. Ну, такая реакция. Ты болтун? Ой, болтун. Гаври, Лучик. Лучик. Лучик, назовай имя его, когда кормишь. Лучик. Ага, взял. Это говнючок мелкий, да? Так, сейчас Назара вытащу. Хочу же попробовать желе. Сына. Лучик спит. Да я вижу, он спрятал голову. Во-первых, у тебя душно. Во-вторых, его же надо накрыть. Я знаю, против нас, мне кажется, лучше дать запрыть. Ну, да. Пойдем желе твое попробуем. А, думаешь, он может засыпать? Думаю, да. Ну, сейчас. Сейчас мы попробуем. Попробуем. Боже, что у меня срач какой-то на кухне. Да, застыло. Сейчас как вывалится, вот это я обалдею. Папка, иди желе пробовать. Так, ну-то тут что-то мне надо уборку, по-моему, уже делать пора. Сереж, иди желе пробовать. Сережка уже маску приготовил на завтра, на шабашку. Так, одевайся, да. Тебе какое доставать? Малина. Малина застыла? Застыла. Ложечки. Давай будем пробовать. Кулинарные шедевры. На ложках поезда. Мне очень нравится наделать вот такого желе, а потом порубать его. Ну, все, наверное, знают. Типа с торта, да. Битое стекло. Но, ну, это вкусно, правда, в сочетании с нетонковым. Ой, хорошо застыло. Вообще хорошо. Вкус детства. Вкус детства, да. Вкусно, но надо будет в следующий раз с Назаром попробовать вот это битое стекло сделать. Классно. Очень, да. Классно. Так, ну, все. Буду закругляться. Кушаем, чтобы не чапкать вам на камеру. Я знаю, это неприятно. Вы мне писали, я помню. Вот. Беру к учету. На этом все. Всем пока. Всех люблю. Всех целую. Передаю. Пока-пока. Продолжение следует...